Это было задание у Познера, потому что я в нескольких интервью сказал, дайте мне 10 минут на Первом канале в прайм-тайм, я вам изменю народ, изменю страну. Потому что вот эти, как я уже говорил, 10 минут, они могут отключить те 3 часа воскресного вечера с Соловьевым и кривляния очень больного психически человека Киселева, которые народ принимает как здоровых. Потому что когда начинается искажение в собственном мозге, то ты больного начинаешь принимать как здорового, а здоровых как больных. То есть если машина времени, кумир многих поколений, Макареевич вдруг стал фашистом, гадом, а Киселев нормальный человек, то это значит, что в датском королевстве дела совсем никуда не гонят. Это значит, потерялось ощущение добра и зла, распала связь времен. Потому что любого нормального человека видно. По нескольким словам, Макаревича или Шевчука, или немногих актеров, скажем так, как и Джакова. Что они умные, что они замечательные, что они говорят правильно и так далее, и так далее. Но миллионы людей этого не видят. У них это все в искаженном зеркале. Они их видят агентами госдепа. Хотя, конечно, никакого отношения никому ни к чему, ни к каким депам они не имеют. И так далее. Я тоже, кстати, время от времени получаю письма. То от православных, что я выступаю против православия. То от фашистов, что я выполняю функцию Израиля, что я израильский засланец. То, что я засланец госдепа, то, что я член мирового правительства. То есть я тоже получаю такое. Потому что когда становишься, получаешь обобщесленное. Так вот, к чему я это говорю, вот об этих 10 минутах. Когда я это сказал, на канале начались бури. Потому что очень многие работники Первого канала сказали, давайте дадим ему эти 10 минут в прайм-тайм каждый день. Когда я приходил на разовые съемки, то они у меня стали все брать автографы, выстроились в очередь и говорят, наш гений пришел. Я говорю, я не понимаю тогда, почему я у вас не работаю, если я наш гений. Они говорят, это настолько не от нас зависит. Сейчас с любимым встречаюсь, я спросил, слушай, говорю, ты же общаешься с Константином Эрстом. Он никогда, у него не было этой мысли, он же знает о моем предложении. Он знает, и он очень хотел бы. Но он имеет к этому такие же дела, как и я. На таком же расстоянии от тех, кто принимает республики. И тогда они решили на канале решить вопрос просто. Напустить на меня тяжелую артиллерию в виде Познера, который сразу, собственно, и начал с того, а вы кто такой, как вы нас вообще представите? Что, что ты приглашаешь на передачу? А потом начал такое говорить, что я, честно говоря, с трудом понимал, как ему отвечать. Вместо того, чтобы его ругать или смеяться над ним, я просто улыбался. Потому что, когда он говорит, а что это вы живых, мертвых писателей трактуете? Мертвого вам не может сказать. Михаил Семенович, я так не думал. Вы трактуйте живых. Тут я подумал, что Владимир Владимирович совсем уже перепорщил и выступает против всего литературоведения. Потому что литературоведение все время имеет наглость трактовать мертвых писателей. И Пушкины, и Лермонтовы, и Достоевского. Они все мертвы, даже Булгаков мертв. А когда он задает второй вопрос, еще более островный, он говорит, а я вот от Моцарта получаю удовольствие без вашей помощи. Мне вы не нужны с вашими идеями. То я ему сказал это мягче, но в принципе хотелось бы мне сказать ему так, что, Владимир Владимирович, вы немножко перепутали удовольствие. Человек получает только от правильного массажа спины после усталости. Массаж копчика, массаж каждого позвонка, межреберных пространств. Вот там настоящее удовольствие и наслаждение. А восприятие произведения искусства – это очень многосложное. Мы рады, что удовольствие – только однотысячное тех чувств и состояния, которые испытывает человек, с ним общаясь. Но у него была система поведения, была немножко, как ни странно, зощенковского персонажа. Вот как ни странно, при всем фенобели и всем прочем, это был такой зощенковский вариант. Я в своих академиях международных, где у меня главный предмет – риторика, кроме музыки, да, я дал это выступление полностью, останавливал каждые несколько секунд и показывал на чистейших примерах, как это все получается, как выстраивается логика, линия и так далее. Дело в том, что дискуссия – это очень интересный момент, последний психологический. Дискуссия предполагает изначальную благожелательность, отсутствие тайных смыслов уничтожить соперника. Помните знаменитую формулу, да? Я абсолютно не воспринимаю ни одной из твоих мыслей, но я жизнь положу на то, чтобы ты мог их высказать. Вот тогда дискуссия. То есть изначально мы же что делаем? Мы же ненавидим человека, который извлекает мысль, а не мысль. Мы экстраполируем мысль на человека, мы готовы убить человека. А человек добрый, хороший, замечательный, милый, желающий, неравнодушный, мысль у него дурацкая, дерьмовая, надо с ней сражаться. Но человек тут ни при чем. Можно даже параллельно ругая его, ласкать ему. Здесь все совсем просто. Во-первых, надо правильно, наконец, перевести библейскую фразу. Вначале было слово. Это полный абсурд. И это трагедия. Какое слово? Японское, китайское, французское? Давайте переведем правильно. Давайте не переводить слово «логос». Вначале был логос. А логос – это не только слово, это структура. Теперь давайте дальше. Если мы берем со словом, то мы сейчас попадем в сумасшедший дом, к поприщину. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Таким образом было слово, которое было у Бога, и Бог произнес слово Бог. Вы что, понимаете, у вас глава не крустся от глупостей? Теперь давайте построим. Вначале был логос, и логос был у Бога. Логос и был Богом. Вот он главный инженер. И решили вопрос первичности и вторичности. Вечный несчастный, из-за которых, как гуливеровская остроконечники и тупо конечники, с обреками уничтожали друг друга. С какой стороны бить яйцо? Ну, это совершенно понятно, что логос и есть Бог. И второй ответ на этот вопрос. Я в Москве перед полным залом детей. Говорю, дети, покажите, где небо. Весь зал показывает туда. Я говорю, а вы что, себя вообще ни во что не ставите? Почему небо начинается там, где вы кончаетесь? Почему оно только над вами? Разве вы не понимаете, где небо? Ну-ка, кто догадается? Вдруг мальчишка поднимается и от ног через себя. Вот так. Говорит, вот. Молодец, умница. Таким образом, кончается паранойя, что Бог оттуда наблюдает за нами. Бог оттуда наблюдает за нами. Это куда страшнее. Там Он за нами не уследит. Хоть бы Он был миллионоглазым, миллиарды глазом. Каждый ходит писать в свои кусты. Он не может всех писающих назвать грешниками. Он только сюда засмотрелся, а тут уже Он другие писил. Не в положенном месте, извините за резкость. Так вот, Он там. И Он отвечает только за то, что есть в тебе. Потому что тот количество воздуха, которое там внутри, оно и есть часть неба. Поэтому в данном случае я пантеист и сторонник идеи о том, что Бог или главный инженер. Он выстраивая, помещает такую маленькую машинку. Ну, мы ее называем часто душой, кстати, совершенно правильно. Это есть душа, а Он на самом деле душа – это есть Бог. Это не какая-то абстрактная душа, а это именно Бог. Ну, так как мы привыкли назвать Бог, мы можем назвать его дядей Васей, в конце концов. Тоже посойдет, как бы его ни назвали. Евреи говорят, что у него нет названия. Нет, значит, что его изобразить нельзя, потому что всякий человек, изображающий Бог, говорит, вот я вам сейчас нарисовал Бога, а вот сейчас я возьму и его закрашу. Вот Бог. Вот так он пишется. Так он выглядит на письме. Так он выглядит. Поэтому евреи пишут Б, черточка, Г. О нельзя писать. Чтобы даже на письме не было. Иначе это гордыня. Понимаете? Потому что Бог, Он всеведущий, бесконечен, никогда не начинался, никогда не кончался. А мы начинаем с буквы Б, потом пишем О, заканчиваем Г и ставим точку. Вот и Бог. Какой Бог, говорят иудеи. Вы что, шутите? Вы с ума сошли? Вы шизофреники. А вот этот дядьку, который вы нарисовали, это что, вот таким? Потому что тем более они говорят, ну как, Христос говорит, кто видел меня, видел моего Отца. Еще лучше. Здрасте, приехали. Ты же говоришь сам, священник, что он вочеловечен, что он богочеловек. Так, если он выглядит как человек, то его специально сделали человеком. Да любой научный фантаст тебе скажет, что лягушку можно на землю поселить, разум в нее вдохнуть, и она будет высшей математикой заниматься. Так вот, что здесь получается? Вот, кто видел меня, говорит Христос, видел Отца. То есть, значит, видел такого же дядьку с бородой, с такими же двумя ногами и двумя руками. Вы что, ребята, с ума сошли? Ведь Бог – это дух. И вот так на каждом шагу, вот такой абсурд, который, не знаешь, смеяться или плакать, или пойти в крестовый поход против крестоносцев, понимаете, или начать вообще объявить всеобщий атеизм. Ведь мой сейчас приезд в Краснодар произошел, ну, с одной стороны, чисто формально, благодаря одному человеку, Марьяне Писаренко, вот, которая здесь совсем недалеко находится, она просто посещавшая моей академии, привозившая-то сына, который рос на глазах вот в этой академии, превращался в скрипача, в личность, в человека достойного, да, она увидала, какие эффекты. Она была в Абрамцево, она была в других странах на моих школах, и она возмутилась, она живет в Сочи. Как же так? Почему в Краснодар не приглашают Михаила Казеника? Это же миллионный город в Европе. И вот она одна на себя взвалила эту ношу в результате, но она не знала другого, что 27 лет назад я последний раз выступал в Краснодаре, а приехал 33 года назад. Так вот, это был мой экспериментальный город. В этом городе я проводил не один концерт, не два и не три, а пять вечеров с Михаилом Казеником. Люди покупали пять билетов, шли двумя потоками, потому что ни один зал не вмещал. 6 и 8.30. Концерты 8.30 начинавшиеся, заканчивались глубоко за полночь. И я узнал о том, что в Краснодаре в те времена транспорт ходил только до 11 часов, через много лет. И я даже всплакнул. Я подумал, в какой стране еще люди будут сидеть в зале, глядя на часы, полодиннадцатого, через полчаса прекращает ходить транспорт. Город совершенно в этом смысле жуткий, станично вытянутый. И люди собирались группами, как мне рассказали, и говорили, кто в такой-то район? Идемте вместе. Мало у кого были деньги на такси, на такие расстояния. И они шли группами. И по Краснодару после моих концертов шли люди в час ночи. 30 человек в эту сторону. 30 ответвляются, идут по той станице. 48 идут направо. Знаете, когда я это узнал, я подумал еще раз, что сколько бы я ни ругал свою страну, а поскольку я ее ужасно люблю, то я ее все время ругаю, как это и положено. Когда я спросил, почему Христос, скажем, он любит своих и наказывает своих, а чужих, которые вообще не верят в него, он не наказывает. Они говорят, а потому что мы волнуемся своих детях. Мы наказываем своих детей, потому что чужие дети пусть бегают, где хотят. А вот своего накажем, если он бежит не туда. Вот так же и Христос. Очень такая смешная мысль, не глупая, но и не очень мудрая на самом деле. Если вдуматься в нее. И вот я, когда Марьяна предложила это сделать, приехать в Краснодар, решил, а чем чур не шутит? Я вложил в этот город столько крови, столько сил, столько нервов, столько энергии. Здесь невозможно было купить билет ни на первый поток, ни на второй. Пять вечеров. Понимаете, что такое пять вечеров в городе в то время, в 80-е годы? Это были забитые, заполненные, сумасшедшие залы, потрясенные, потому что мы в такую глубину ушли, поэзии, музыки, вторых, третьих смыслов и так далее, и так далее. Если вы видели мое выступление в сайте Федерации, наверное, помните, что я начал после слова культура, о том, что нужно культуру поставить вперед, чтобы спасти страну. Я сказал, что сказка о рыбаке и рыбке это не сказка о жадной старухе, что Пушкин такой чепухой никогда не занимался. Это сказка о любви старика. Да, безусловно. А, как шведы говорят, почепы, старуха. То есть в придачу жадная старуха. Старуха должна быть жадной, чтобы выявить степень любви, безусловность ее. Понимаете, потому что хорошо любить нежадную, а ты полюби жадную. Хорошо любить красивую, а ты полюби некрасивую. Хорошо любить женщину с красивым переходом талии в бедра, а ты полюби вот такую плоскую. Да, попробуй, заставь себя полюбить женщину, у которой нет скрипкообразной деки. Вот. И я тогда очень обрадовался. Говорю, Марьяна, делаем. Даже если не получится, делаем. И вот мне было важно знать. Во-первых, есть ли те люди. Второе, сумели ли они передать следующему поколению. И третье, сумели ли они передать еще одному поколению. Я сегодня, вчера убедился, что все-таки эффект существует. Я вышел в зал, в котором сидели люди всех возрастов, которые не просто знали, кто я. Они были готовы. Мне не понадобилось никаких трех-четырех минут для того, чтобы растопить стену. Потому что, когда я приезжаю в новые города, я чувствую, что мне нужно десять минут совершенно колоссального общения для того, чтобы доказать им, что это важно. для того, чтобы растопить стену недоверия. Но что-то вышел человек этой внешности, этого возраста. И что-то так эмоционально, страстно, безумно. Кто такой? Вот так вот, да? Например, для шведов такое поведение абсолютно невозможно. Потому что, когда в Швеции показывали мои фильмы, которые сняты были великим режиссером Шатханом, Игорем Шатханом, он же сказал, я до самой смерти буду вас теперь снимать. И шведы, рецензии были, например, такие. Вылезая из телевизора и, хватая меня за галстук, Михаил Казиник убеждал меня в необходимости немедленно бросить все и слушать музыку. Бах! То есть для шведа вот такое поведение – это вылезание из экрана. Я вылез, я вмешался в его жизнь. Вместо того, чтобы сидеть вот так отстраненный и говорить, я тебе не мешаю, надеюсь, я хочу, чтобы ты немножко послушал Баха. Но это же не русский метод. Это не наш метод, как любил говорить Остабенда. И когда я вышел, в данном случае я понял, что эта публика от начала и до конца моя. Это был стадионный ажаташ. Во-первых, аплодисменты. Во-вторых, они, как и чикагцы, вставали после каждого произведения, которое играл гениальный пианист, лучший, я считаю, пианист нашего времени, Слава Зубков. Он просто отличается от официально лучших тем, что он не распиарен. Вы же знаете, наверное, что самые великие и подлинные музыканты это не те, которые распиарены, а те, которые играют для небольшого круга людей. У них нет друзей таких больших, которые могут их поднять. Нет таких денег для того, чтобы это сделать. Но я Славой открываю мир, потому что если я хочу, чтобы люди узнали, как звучит рояль, я порекомендую Вячеслава Зубкова. И когда я вчера провел концерт длиной в три часа, люди не могли уйти. Они не хотели уходить. Вы знаете, наверное, все-таки я человек ренессансный, я должен был быть в окружении Медичи, потому что ренессанс ведь это был спасительный момент. Люди даже не осознают, насколько он был спасительным. Потому что дошло до того, что церковь не разрешала уже сказать ни одной мысли вообще. Всякая мысль противоречила идее Христа. Всякий взгляд на женщину уже при любодействии. То есть религия, которая говорит, что если ты смотришь на женщину, ты преступник и грешник с вожделением. И поскольку все было запрещено, поскольку Христос был бездетным, так и не женился, видимо, не познал в качестве преобразованного человека половую близость. Ну, Браун попытался показать, что все познал, все было, и попытался спасти религию, которая отрицает зачатие, отрицает любого встречи, страсть отрицает. Понимаете? Религия, которая все мерит концом света. Что сейчас все плохо, не важно, да? Живи смиренно, раб, вот, а вот потом мертвые с гроба встанут, и придет отец ваш, и всех вас поблагодарит, одарит, и все. Я думаю, если бы такое действительно случилось, я был бы самым несчастным человеком на земле. Потому что, если действительно есть рай, то я впаду в безвылазную, вечную пожизненную депрессию, или посмертную депрессию, из которой никто меня никогда не вытащит. Почему я гоняюсь благополучно и в Швеции сюда? Из рая в ад. Потому что в том раю, вот ты идешь по лесной полянке, да, и ножки устали, и в этот момент там стоит скамейка, беседка. Почему? Потому что кто-то рассчитал, что к этому месту примерно ножки, половина населения Швеции устают. Поэтому именно здесь нужна качалка, коляска, беседка, нужно вытянуть ножки, нужно покататься. То есть сумасшедшая страна. Моей маме 95 лет. Она приехала, коммунистка старая, ко мне, к сыну в Швецию. 80 лет и сделали операцию. Заменили клапан на Орт. Операция стоила 100 тысяч евро. Налогоплательщику, ни маме, ни мне, никому. Маме дали квартиру, она сама выбрала в 70 квадратных метров. У нее бесплатные такси, бесплатный транспорт, все бесплатное. Так вот, они сделали операцию, маме сейчас 95, они тратят на нее каждый месяц несколько тысяч евро, потому что уход, специалисты, владеющие русским языком, нянечки, медсестры, они не хотят, чтобы она умирала. Она говорит, я устала жить. Они говорят, нет, столько, сколько вам отмерено вашему организму. Зачем они тратят? Они потратили уже около трех миллионов евро. И вот казалось бы, ну, Казинька, живи, у тебя все есть. Когда тебе будет 95 лет, буду тратить опять 5 миллионов евро на то, что ты дожил до 105. Нет, я там не могу. Я еду сюда. Почему? Израиль в ад. А в аду я чувствую себя нормально. Почему? Потому что я пытаюсь преобразовать ад, проявить у людей человеческие эмоции и объяснить, что между раем и адом есть еще одна инстанция – чистилище. Вот, чистилище – это несколько тысяч лет. Если человек заслужит, или ему это понравится, добро пожаловать в рай. Если не понравится, он должен иметь право вернуться в ад. Это его неотъемлемое демократическое право. Ведь почему, если вернуться к эпохе возрождения, в чем дело? Понимаете, когда уже ничего нельзя было сказать, умнейший Медичи, да, а потом его сын Лоренцо великолепный, они собрали и очень точно попали лучших людей того времени во Флоренции. А так случилось, что как будто действительно кто-то подсмотрел или Леонардо, и Микеланджело, и Маккевелли. Посмотрите, что творилось. Какое-то невидное созвездие гениев. И какая у них была цель? Практически они были заговорщиками. Они были заговорщиками, они сказали, хватит идти на поводу католической церкви. Да здравствует не Бог, а человек. Человек перестает быть рабом. И помните, чем стал символ, какой стал? В Дрезденской галерее висит этот, Себастьян, красивый человек, белокожий, один из самых красивых представителей рода человеческого. И такой стоит, такой мягкий, красивый, поэтичный. Все женщины должны быть влюблены в него. А в него вот он-то стрелы. И все в крови. А он стоит такой, вот буквально, блаженный, радостный, светлый. Это и была идея эпохи Возрождения. Это был бунт, что Себастьян не святой, он человек. Я могу сказать очень нескромно, что моя роль в этом тоже достаточно велика. Потому что у меня, в моих поклонниках и слушателях, миллионы русскоговорящих людей во всем мире. И они все хотят мою школу. Они все хотят покончить с этой страшной школой средневековья. До интернетовской эпохи они хотят создать не клиповую школу, а школу ассоциативного мышления. То есть то, как она и должна быть. Школу радости, школу театра. Потому что, когда я предлагаю альтернативы тех школ, которые были, школа тюрьма и школа армия. Но, говорю, есть третий вариант. Школа театра. Выбирайте. Все говорят, театр не хотим ни армии, ни тюрьмы для детей. Потому что, разве можно ребенка 10 лет лучшие годы жизни от 6 до 16, до 17, да, держать в тюрьме или в армии. Если вы готовите профессионального офицера или убийцу в военных делах, конечно, продолжайте. Но, я, например, наблюдаю, да, что у людей появляется сначала желание проникнуть в музыку, проникнуть в изобразительное искусство, проникнуть в тайны поэзии. А потом начинается, когда они проникают, у них появляется собственное желание. Я же теперь познал много тайн. Почему у меня очень многие мои выступления называются «Тайные знаки культуры». Потому что первая и главная задача, которой я занимаюсь, да, избавить какое-то количество людей от поверхностного, первоуровневого восприятия произведения искусства. Потому что на первом уровне ничего нет, только сериалы или попса. А на втором уровне идет другая жизнь, там параллельный мир. Только на втором, а на третьем. На третьем разговор с Богом, а на седьмом. На седьмом человек уже гениален. Он такой же гений при восприятии, как гений, который созидает то, что он воспринимает. Начинается совершенно новая стадия восприятия. И это очень важно. Когда я спрашиваю филологов, например, как прочесть первые строчки Пушкинского стиха «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон заботы суетного света, он малодушно погружен». Прочтите, все читают именно так. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон заботы суетного света, он малодушно погружен». Естественно, рифмуется поэта света, поэтому нужно подчеркнуть поэта и света. Я говорю, теперь давайте все-таки подумаем. Вы же полностью уничтожили мысль. Кто такой Аполлон? Бог Солнца. Так теперь смотрите. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света. Речь идет о том, что Пушкин противопоставляет два типа света. Солнечный, божественный, ренессансный и суетный. Причем суета – это не великосветский, Петербург – это не свет питерский, как часто воспринимают, а это свет мерцающий, не солнечный, искусственный, суетный, в котором даже свеча горящая, она не в состоянии удержать поток света. Она все время мерцает, и попробуйте читать книгу при свече, если на свечку дуло из угла. Видите, Пушкин, он же не христианский поэт, как и все великие поэты этого уровня, Байрон, Шелли, Китт, Сворцворт, он поэт ренессансный, а значит античный. У него ссылок на Христа нет, только когда он боялся и пугался Святейшего Синода, тогда он быстренько писал что-нибудь на потребу дня, чтобы они от него отстали. А так он настолько античный, что самый античный, он куда более античный, чем англичане. Потому что он поэт протеста, он пятая колонна. Видите, он не может смотреть на этот абсурд. Почему у него поп-толоконный лоб, который все время хочет обмануть балду и бесплатно его содержать? Это же была тенденция, это было знание. Он высмел не случайность в наше время, когда идет ренессанс не этот, а другой в обратную сторону, у нас сейчас пытаются попа заменить на Кузьму. Но если они это делают, то они не понимают просто сути сказки Пушкина, где поп-о, а балда-а. Если Кузьма, то вся сказка пропадает, как музыка, напрочь. Пушкин когда-то набросок сделал про Кузьму, потом все это выбросил чертя в собачьем и начал писать поп-толоконный лоб, балда. И пошла вся сказка-борьба о-я. Чтобы не пугать старую школу, я пока называю свою школу обычной школой, но школой будущего, потому что в ней есть главный предмет, который мета-предмет. Этот предмет называется комплексно-волновой урок, в котором неотрывочное сведение из области географии, истории, математики, культуры, литературы, а в котором каждое явление, которое существует, имеет предшественника в прошлом. И оно, в зависимости от того, как мы с ним общаемся, повлияет на будущее. Поэтому мы не находимся ни в какой никогда точке стояния. Мы течем вместе со временем и со всеми сопутствующими. Мы перетекаем, как вода. Об этом говорил Гераклит, почему он говорил, что нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Школа упорно входит в одну и ту же реку на протяжении многих поколений. Понимаете, меняется вся система информации, произошли взрывы. Самый колоссальный взрыв появления интернета. Бедный учитель географии нервно курит в сторонке со своей головой из черно-белого учебника, с черно-белым изображением Джамалугму, когда он посмотрит в интернете 500 тысяч ссылок только на русском языке. С облетами, с видео, с постижениями, с рассказами, с творениями, с музыкой, с индуизмом, с тибетом, с тенью учителя, с релихом и так далее. А, послушайте, бедный учитель географии прочитать 116-ю страницу и пересказать завтра на оценку. А потом оценка, это же вообще бред, да? Я обычно говорю, вот у вас класс, вы заходите. На первом арте сидит Достоевский с Толстым, на второй Гоголь с Лисковым, на третий Тургенев с Чеховым. Вот, у вас пятибальная система, вот ваши школьники. Значит так, Толстой к доске, Толстой говорит, пять, Чехов к доске. Ну, нельзя же всем стоять пять, иначе учителя начнут ругать, что он вообще уравнил, ну, Чехову придется четыре. Хотя, если подумать, то Чехов родоначальник театра абсурда, потому что нет более абсурдистского писателя, драматурга в мире. Все эти ануи, все эти бекеты, это только результат существования на земле Чехова. Почему его, когда играют, одни люди сидят и скучают, говорят, господи, что тут, по комнате ходят, о чем-то говорят, ничего не происходит. Ну, в конце кто-нибудь, либо самоубийством, либо его на дуэли, да, и все. А что тут смотреть-то? Ну, убей сразу, и вот у тебя экшен, да. А у Чехова на самом деле экшен совершенно сумасшедший кругом, каждую секунду, на каждом шагу. Там же безумие творится, если в чайке, да. Да, почему вы всегда ходите в черном, говорит школьный учитель Медведенко, да. А Маша, эмансипированная женщина, говорит, я тоскую по моей недавшейся жизни, это траур, да. Начинается разговор. Медведенко пришел в очередной раз признаваться и в любви. Он же ходит каждый день, шесть верст туда и обратно в сапогах, и встречает, как он говорит, индифференцизм со стороны Маши. И он начинает говорить, а почему вы несчастен? У вас есть деньги, вы богаты, у вас все есть, а вот у меня, у меня акцизы, плати за дрова, плати за зарплату учителя. Вы хотите, за меня замуж, я люблю вас. Вот такое чудесное признание в любви. Маша говорит, я не могу завидеть, я не люблю вас. Вот проходит пауза, потом Маша под табакой ему протягивает, угощайтесь. Медведенко говорит, спасибо, не хочу. И все. Что тут такого? Люди сидят, ну, не хочет, ну, любовь не получилась, да. Не главный герой вовсе, там же будет любовь вся, да. А здесь такие, ну, как два клоуна пришли, пока там сцена строится, кстати, гениальный ход, забейте, там бьют сцену, а здесь вышли два, которые должны заполнить время, сцена еще не готова. Какой гениальный ход на самом деле. Вот никто об этом никогда не писал, ни один исследователь Чекова. Почему Маша и Медведенко? Кому они нужны? Их без того огромная пьеса. Столько всего произойдет, вплоть до убийства главного героя, самоубийства, да, и до того, как Чайка Нина Заречная превращается в полностью брошенную, униженную, уничтоженную женщину, да. Так вот, зачем они? О чем разговор? Ну, почему Станиславский не увидал, что Маша и Медведенко – это Маша и Медведь? И что это сказка? И что в этой сказке влюбленный медведь идет с корзиной, с пирожками, а на самом деле с Машей, потому что он безоглядно, безответно, безотчетно любит Машу, а Маша только ищет способы, как уйти к бабушке и дедушке. То есть, вот все на каждом шагу – вот это вот совершенно гениальное открытие, взрывная сила искусства. Но для этого нужно выходить хотя бы на второй уровень. Ну, вы же понимаете, что яблоко – это не только плод, что это и плод раздора, что это плод, который в православии съела Ева и поделилась с Адамом, что яблоко – это большое яблоко, и оно уже становится Нью-Йорком, что яблочное – это уже Алматы, что яблочко – это матросский танец XX века, а как танцевали матросы в XVII веке – это урок музыки, что яблоко – это золотые сечения, если вы режете его поперек, и там пять звезд, или четыре, или три звезды, а звезды – это золотые сечения, в каждой звезде пять золотых сечений. Откуда во всех яблоках мира божественная пропорция? Эти же восемь к пяти пропорции, как в звезде внутри яблока, они же на клавиатуре рояля. Пять черных, восемь белых. То есть пропорция чисел Фибоначчи, золотого сечения, она действует абсолютно. И, следовательно, моя школа – это школа ассоциативного мышления. Кроме того, когда яблоко, это же яблоко падает с ветки на голову, начинается совершенно новая история, и мы заходим в область физики. То есть пока оно не упало, мы его держим перед тремя богинями. Когда оно большое, оно Нью-Йорк. Когда оно совсем маленькое, оно яблочко. Матросский танец. Понимаете, в чем дело? И мы едим яблоки. Но яблоко – это еще бесконечность делимости. Когда мы закончим делить яблоко, можем ли мы так его разделить, что оно пропадет, наконец? Не можем. Ахиллес никогда не догонит черепаху. Не можем разделить. То есть, смотрите, математика, бесконечность делимости, золотые сечения, история, лингвистика, библиология, музыка, культура. А если начинать изображать, почему у голландцев и у фламандцев яблоки разные? Время одно и то же. А у голландцев такие приглаженные, а у фламандцев такие революционные. А потому что Фландрия – дух свободы, а Голландия такая вся гладенькая. В Фландрии там же тиль-улен-шпигель. Там же сердце, пепел класса стучит в мое сердце. Поэтому даже яблоки 16 века у фламандцев, у соседей отличаются от яблок голландцев. А если мы придем к Сезанну, что он рисовать разучился? Спросите у любого художника Сезанна, один из величайших, когда-либо живших на земле художников, а яблоко съесть не хочется. Теперь обращаемся к гастрономическому отношению к искусству. Если яблоко хочется съесть, вот единственный критерий живописи. Если хочется съесть, значит, хороший художник. Но они его перепутали с фотографом. В 20 веке фотография убила живопись, которую хочется съесть. Кончилось этот сыр несъедобный, все несъедобное. Через яблоко художники, благополучно уйдя от этой трагедии, стали выражать смысл жизни, смысл бытия. Поэтому вот это великое мастерство Сезанна от горы Виктории до яблока – это совершенно новая глава в истории человеческого мышления. Это революционный переворот, не эволюция. Значит, что такое моя школа? Моя школа – это школа ассоциаций. А ассоциативное мышление – это мышление Нобелевское. И когда я изучал Нобелевских лауреатов, поскольку я был музыкальным экспертом Нобелевского концерта, то я обратил внимание на то, что у них у всех огромное чувство юмора. Они разговаривают друг с другом, все время смеются, поддевают, хохочут, все время шутят, даже рассказывая о своих открытиях. Общаясь с учеными подобного уровня, а многие из них ко мне очень серьезно тянутся, я пришел к убеждению, что школа образования – это а. неразрывная цепь ассоциативных понятий и явлений, межпредметных, б. все Нобелевские открытия совершились на межпредметном уровне, а не внутри одного предмета, ц. большая часть Нобелевских лауреатов и ученых этого типа – люди с колоссальным чувством юмора и с колоссальной внутренней свободой. И вот я и решил создать такую школу, в которой будут соблюдены все эти правила, все эти условия. Сначала я думал о школе уровня «Игры в бисер», то есть элитарной педагогической провинции, но потом я понял, что для «Игры в бисер» нужны школьники, уже готовые к музыке и математике, к играм, к запахам, к ветке бузины, аккордам Рахманинова и так далее. Я понял, что сначала их надо готовить в школе так называемого первого типа, первого периода. А это должна быть школа-театр, школа взаимодействия педагогов. Представляете, когда в обычной школе, в чем ее беда, даже не в учителях, но учителя – это уже следствие, когда приходит учитель истории, начинает рассказывать про французскую революцию. Единственное, что он не догадался делать, спросить, что у детей было на прошлом уроке. А у них была география Африки. Вот после этого, как отпускать ребенка в школу? Когда сначала ему 45 минут говорили про географию Африки, а потом 45 – про французскую революцию. Но если уж про французскую, так построить расписание так, чтобы была география Франции хотя бы. А еще лучше объедините учителя географии и учителя истории на два часа вместе в одном классе, в одной группе, и пусть этот рассказ про географию, это про историю. А еще лучше объедините учителя литературы географии и истории, тогда будет и литература, и география, и история. А еще лучше добавьте учителя музыки, который начнет рассказывать, откуда взялась опера Жоржа Безе Кармен, и почему она испанка Кармен, а не француженка, хотя это великая французская национальная опера. С чем это связано? Какие тайны? Почему Кармен провалилась? Это все страшно интересно. И главное, что это ведет к обострению структурного, логического и позиционного мышления. Отсюда таинственным образом выплывают Нобелевские шаги. Тень командора. Технически все очень просто. Пять педагогов, которые собрались, обсудили, построили идею, программу. Учительница одна говорит, значит, мне нужна тема вода. Для нее мне нужен химик, история искусств, мировая художественная культура, музыкант, и так далее, и так далее. Набирает своих педагогов для темы вода. Вот они садятся, начинают работать в мозговой центр. С чего начнем? И так далее. И вот начинается море Дебюси, садко римский Корсаков, начинается шахерезада. Моря как идея культуры, переноса пыльцы, культуры из разных цивилизаций друг к другу, и так далее, и так далее. Сообщение. Ведь, посмотрите, мимо острова Буянов, царство славного Салтана. Вот никто не догадывается, что сказка о царе Салтане – это фэнтези. Задолго до Толкина. Потому что, смотрите, царя зовут Салтан – Султан, а сын-то зовут Гвидон – Гвидо Кавальканти, итальянец – Ренессанс. То есть у отца мусульманина родился ренессансный итальянский поэт. Понимаете? То есть сумасшествие полное. Там же все культуры собрались вместе. 33 богатыря, с ними дядька Чавномор. А почему с ними? Почему он не 34-й? А потому что сказка закодирована на три. Три девицы, три чуда, три полета. Пушкин с пристани поля, три выстрела. Вышибной, вышел вон, три движения у богатыря. И так далее. Пушкин строит сказку на три. Поэтому 33 богатыря, с ними дядька Чавномор. А Чавномор – это какая культура? Черноморская, уже средиземноморская. Все, средиземноморье пошло. То есть, видите, что вся культура, все мышление, оно сцеплено. А мы расщепляем мозг на доли. Вот в этой доле физика, в этой географии, в этой химии. Это нельзя делать с самого начала. Это может делать, когда понятно, что у ребенка большая реакция на математическую, логическую, структурированную часть. А у этого ребенка больше реакция на литературу, на стихи. Он плачет, когда музыку слушает. А этот не плачет. Это говорит, вот в этой музыке 12 тактов, деленное на золотое сечение. Вот как раз в зоне золотого сечения идет кульминационный звук. Вот он. У Моцарта сплошные золотые сечения. Он высчитал, посмотрел по Шопену, как это с золотыми сечениями и так далее, с пропорциями, с числами Фибианачи. Вот вам. А предметов нет и быть не может. Вообще не бывает предметов. Ну какие в жизни предметы? Вот назовите предметы вашей жизни. Что это? Это же абсурд. Это условная глупость, которая была принята и которую никак не выбить из дурных мозгов. Не предмет нужен, а жизнеописание, парадигма жизни, парадигма мышления, парадигма открытий. Но никак не предмет. Как можно ограничить предметом географии, скажем, знание географии? Когда вот в этом месте, вот географически выверенным, показанном на карте, жил Андерсон. Так какой предмет Дания? Дания – это предмет Андерсон. Потому что все остальное ерунда. Поймите, как они там жили, это плевать. Сколько у них ископаемых. На горе Анигаром. Если вы бизнесом с Данией занимаетесь, узнайте, прочитайте. Если вы поедете в турпоездку, вы намного лучше географа по туристической книжке про Данию. Узнаете, что вам увидеть, что вам услышать, куда вам пойти, куда поехать. Прямо по метру расписан весь Копенгаген. Гайд первой степени. А метапредмет – это и есть парадигма мышления, парадигма знаний, межпредметное состояние. Какой предмет? Вы встречаете предмет своей любви. Во-первых, давайте оценку ставить предмет вашей любви. Давайте распределим по пунктам, запишем тетрадочку. Вы знаете, жизнь выстраивается на энергиях, на энергетических потоках. Жизнь есть энергетические потоки любви. Вот у меня в Тюмени открыта школа, это театр. Именно театр. Так более того, когда заканчивается урок, дети бегут не во двор, но не к родителям, а обниматься с учителями. Если они маленькие, то обнимают ноги. Понимаете, в чем дело? Если ребенок после окончания урока бежит обниматься с учителем, а не на улицу. Потому что ведь в обычной школе, какой бы ни был урок, ребенок бежит, а, все, звонок зазвенел, и бегом все уже за несколько секунд никого в классе нет. В моих школах все наоборот. Попробуйте их выгнать из класса. Попробуйте разлучить их с учителем. И, скажем, в Челябинске мне рассказывают, вот там есть моя школа, семь ключей, там рассказывают, что ребенку его можно наказать. Можно заставить его не хулиганить слишком, если родители хотят. Они говорят, вот так, ты так плохо себя вел, что в понедельник в школу не пойдешь. Ребенок говорит, я плохо себя вел, я осознаю, но не настолько. Вот, все. Это звучит для меня бальзамом, понимаете? То есть, такого наказания я не заслуживал. Я разломал вазу, я кошку за хвост тянул. Но, почему вы находите сразу самое страшное наказание? Попробуйте поступенно идти. Я буду очень осторожен, поэтому я говорю, что это обычная школа с метапредметом. Понимаете? То есть, раз в неделю, весь день, всюду. Метапредмет. А в идеале, знаете, вот финны, русские, которые живут в Финляндии, они мои идеи там порассказали финнам, и я могу вам сказать между нами, что вот эта вот идея финской свободной школы, это моя идея, препарированная Финляндии. Потому что мне же писали-писали русские, я им выдавал из Финляндии. Вот я, например, считаю, что вот ошибка Бога или главного инженера в одном, он должен был создать образ единого Бога для всей планеты Земля. Коль скоро он этого не сделал, всю жизнь будут стоять рядом два врага. Потому что у одного нет Бога, кроме Аллаха, и он прав, а у другого Христос, Сын Божий, и он прав. А у третьего, ни у какого Бога, поскольку он нематериален, никакого сына ни в каком варианте быть не может. Потому что для этого нужно иметь пенис, сперму, и должно произойти зачатие. Таким образом, Бог – это мужчина с пенисом и с сексуальными желаниями. Как только станет 7 миллиардов вер, то люди подружатся, потому что уже деваться некуда. А пока Богов всего несколько, и каждый дерется с другим, но это бы еще ничего. Если бы только православные не говорили, что католики – это гадость, полная сатанизм. И не говорили, что протестанты – это вообще никакая не вера. Если бы православные не вытаскивали органов из храмов, которые когда-то в храмы превратили в органные залы, убрав капусту, потому что у большевиков Бог был капуста. Она гнила. То есть гнилая капуста – это Бог большевиков. Гнилая картошка. Поэтому они в храмах их и хранили, потому что система гнила на глазах. И вот это гнилье и было Богом. Потом туда внесли орган, убрали капусту и картошку, вонь ликвидировали и поставили орган. Почему? Потому что акустика хорошая, а теперь они вытаскивают оттуда органы, как в Челябинске, например. Гениальный орган, один из лучших органов мира в гениальной акустике. Вытащили, перенесли, разложили, разобрали. Всю зиму пролежали все эти трубы в снегу и так далее. То есть это тысяча на ночь. Описывать. Господи, я написал даже, посмотрите мою статью, «С добрым утром Бах». У него же в стихах, у Галичи, «С добрым утром Бах» говорит Бог, «С добрым утром Бог» говорит Бах. У меня же только что была школа, такая как раз по баховским местам, Международная Академия моя, где мы проехали все, и Ляйпциг, и все замечательные города, в которых Бах творил. Все своими глазами все должны были увидеть. А концерты мои проходили в доме Баха в Ляйпциге, напротив церкви Святого Фомы. Так вот, понимаете, идея религии слишком велика для того, чтобы человечество созрело и научилось воспринимать, как слепцы воспринимали слона, щупая, самая большая гордыня для меня – это попытка формулировать Бога. Поскольку у него не было начала, не было конца, то Бог – это вселенная. Вы знаете, в нынешней России я бы вообще провел политику атеизма. Я серьезно говорю. Знаете, я вспомню просто историю своего детства. Когда я жил в Витебске, я из Питера, я родился из Ленинграда, привезли в Витебск. Это был город русской интеллигенции, вообще город культуры. Но там разрушали, конечно же, храмы, потому что кроме людей культуры, там были и большевики тоже. И вот большевики начали уничтожать то, что немцы не уничтожили. И вот я помню в своем детстве меня завели в полуразрушенную. разрушенную церковь. Я посмотрел, мне было страшновато очень церковь, вообще жутко страшно, потому что я знал, что это вот неграмотные тетки, они ходят туда, верят во всякие сказки. И когда я увидел там этот священника, и все, я смотрел на него и думаю, а почему же такой взрослый, солидный, с бородой дядька рассказывает этим теткам сказки, а неграмотные тетки в них верят. Зачем же ему надо рассказывать эти сказки неграмотные теткам? Лучше бы их, может быть, в грамоте научить. Да? А потом я впервые в жизни увидел распятие. И я потерял сознание. Почему? У меня чувствительность с детства была очень сильная. И когда я увидал ноги, пробитые гвоздем, а я терял сознание от анализа крови из пальца. И когда я это увидал, я представил себе свои ноги через все сухожилия, через все, пробитые гвоздями. А потом я увидел руки, прибитые. То есть я начинающий уже тогда музыкант. Я люблю скрипку, я люблю рояль. И вдруг я вижу эти скрюченные пальцы, окровавленные и пробитые. И я когда спрашиваю, что это такое, мне, значит, начинает рассказывать тетка одна, что был такой дядька, который предал спасителя. Вот понимаете, с чего начинается детская жизнь? С преданного, распятого дядьки. И что мы должны все время плакать по этому поводу и помнить, какой он подвиг совершил. Хотя я не совсем понимаю, я тогда в детстве спросил, а он же сказал, что он вернется опять через три дня. Так тогда же не надо было бы плакать, а подождать три дня всего лишь. Потому что, когда действительно человек умирает, совершает подвиг, а когда человек говорит, не волнуйся, я через три дня приду назад, значит, он просто отправился в командировку на три дня. Тогда как человек, он переживает, а как бог, он идет к своему отцу и воплощается в него. То есть троица собирается вместе на совет. А по сути, троица – это не что иное, как элемент язычества, как вы понимаете. Потому что, если иудаизм – это монотеистическая религия, один бог, и больше вообще никаких разговоров. Нет бога, кроме Аллаха, говорит ислам, как вариант, как еще одна дочерняя религия иудаизма. И вдруг христиане говорят, нет, бог триедин. А эти все почему испугались? Потому что появились кто? Язычники, друзья мои. Голубь отдельно, папа оттуда говорит, а сын здесь в земном виде. Так сколько их? А, ну да, вы же требуете кричать, что триедин, и будете казнить всякого, кто говорит, что их три, а не триедин. И сколько погибло еретиков, сколько было всяких ересей, и манихейская, и седукейская, и книжники, и фарисеи. И каждая ересь имела право на существование. Это были мудрые, умные люди. Ну а кто же прав, кто не прав? И вообще с кем тогда, о чем говорить? В этих условиях сегодня, когда власть сакральна, а значит Путин от Бога, ребенку надо говорить, что Бога нет, и Путин от родителей. Здесь ответ у меня будет очень простой, хотя на него можно было долго и сложно отвечать. Классическое и подлинное искусство, к сожалению, мы можем определить только по протяжении определенного времени. Есть люди, подобные мне, другим людям, вам, я же не знаю вас так детально, которые уже сегодня могут определить то, что сегодня создано, что это будет жить дальше. Например, я совершенно точно знаю, что Стасов отправится туда же, где Вальцево. Стас Михайлов, простите, отправится туда же, где Вальцево. Ваенга отправится туда, где вот эти певички конца 19 века, и так далее. Это совершенно понятно. Вы смотрите, у нас на глазах случилось страшное невероятное событие. Был такой кумир и бог всеобщей страны Владимир Высоцкий. Он пел, компонировал на гитаре, играл. Ну, вы знаете, нынешнее поколение к нему равнодушно. Это отдельные люди уже. Поклонник Высоцкого 3% молодежи нынешней. Но хуже есть дело. Если кто-нибудь попробует спеть публично песни Высоцкого, то я не знаю, выживет ли он, этот человек. Потому что песню Высоцкого должен петь сам Высоцкий. А поскольку его нет, значит, надо смотреть кино, где он поет. Другого варианта нет. Вот вам вариант. И я тогда задаю вам вопрос. Высоцкий – это великое классическое искусство, которое переживет века? Нет. Опыт показал. Стихи без музыки не самые сильные. Высоцкий оказался актером, великим актером своего времени, явлением и знаменем эпохи, но ушел и уходит вместе с эпохой. То есть он не оказался явлением классической культуры. Здесь все очень тоже достаточно просто. Я же говорил о том, что произведение искусства имеет много измерений. Может быть, вы подсознательно понимаете, что произведение искусства иллюстративно. Мы не должны путать картины художника и картинки. Картинки художников вообще меня мало цепляют. Меня цепляют картины как явление искусства. Потому что я все время говорю об этом. Как вы думаете, сколько времени человек, идя по музею, картинной галереи, сколько времени он уделяет в основном в среднем картине? Знаете, сколько? Четыре секунды. Уже высчитали во всех странах. И Прада, и Эрмитаж, и Русский музей, и галерея в Севиле. Четыре секунды и никуда от этого не денешься. В среднем. Около какой-то картины восемь, а около какой-то две. А некоторые вот за три секунды вот так глазом и в следующий зал. На самом деле, вы же понимаете, что никто из них ни одной картины не видел. Из тех, кто гуляет по музеям. Потому что я рассказываю о двух картинах в своей книге «Буравчик в стране света». Сначала я рассказываю детям о Васнецове, о царевне, которая танцует, и показываю, какие там тайны. А потом, когда дети уже все поняли, мы переключаем слайд и смотрим картину Кандинского. У детей ни на секунду не возникает сомнение, что Кандинский – это продолжатель Васнецова. Потому что там, в картине Васнецова, главные были волнистые линии. Потому что царевна танцует, и лебеди плывут, и горница вот такая, и скатерть вот такая, и пол вот такой, и музыкальные гусли все вот такие, и сапоги хромовые вот такие. Все построено на волне. И Васнецов в свое время не проиллюстрировал сказку про царевну лягушку, а он написал картину для музея. Теперь переключаем на Кандинского. Я говорю, а что теперь? Они говорят, а, все линии пересекают все предметы. Точно. Так и называется секущая линия. Значит, если там была волнистая линия, называлась царевна, она сам для этой картины, гимн волне, а эта картина – гимн всем проникающим стрелам. Почитайте все мои книжки. Там же ключи. Даже в Буравчике, в детской книжке ключи. Там просто есть целый ряд книг, да. Но я почему к своим обращаю? Потому что я прошел этот огромный путь. Когда ты открываешь текст и сразу видишь, в чем дело. Вот открываешь и хохочешь, как во времена Гоголя хохтали его современники. Потому что там же на каждом шагу такой хохот. Если в губернский город НН въехала Бличка. Какой же это НН? Это же Нижний Новгород. Потому что если губернский город зашифруешь, то он Н. А если НН, то это НН – единственный город в России. А когда два русские мужика спорят, доедет ли колесо до Москвы, доедет ли оно до Казани. Значит, до Москвы они решили, доедет, а до Казани – нет. Опять хохот. Потому что Казань… То есть НН находится на полпути между Москвой и Казани. Там разница в 60 километров всего. Но главное, почему русские мужики? Что, могли быть немецкие? Не просто могли быть. Половина немецких, они не уезжали в перерыв между ярмарками, оставались, потому что девочки красивые, не могли уже жить потом своей скучной Германией. Оставались немецкие купцы, создавали гильдии, работали, работали в поте лица с утра до вечера, как работают немцы. А два русские мужика решают проблему вселенскую. Доедет колесо до Москвы и доедет ли оно до Казани. Опять все падали в обморок от хохота. Понимаете? От обличительной силы. Но когда в школе, это читают люди, дети-то не обращают на это внимание, учителя ничего не показывают, ничего не говорят. А там на каждом шагу. То есть это сборник величайших в истории России анекдотов. Ревизор, когда я изучал, я помню, мне много чего интересного. У меня была чудесная учительница литературы. Я сам играл, когда по ролям, образ Христакова, как сейчас помню, как я говорил, «Лабардон! Лабардон!» Что это за рыба была, да? Так вот, я потом уже только обнаружил все эти невероятные вещи, которые я открыл для себя. Я, например, задал сам себе вопрос, который, может быть, никто не задавал. Почему царь, в отличие от цензуры, разрешил ревизор? Центзур сказал, «Никогда и нигде!» Самая страшная пьеса. А царь говорит, «Всюду и всегда!» Почему он разрешил? И там же камня на камне от России не остается на примере одной губернии. А потому что Христаков – это пародия на Пушкина. Когда это царь понял, он сказал, «Всей России показать!» Там все цитаты из Пушкина. Да? И ухаживание за Анной Андреевной и Марьей Антоновной – это пушкинское поведение с мамой и дочерью в Малинниках. Лиза горенькая. Потому что они все ревновали друг друга. Девочки 16 лет, да? И мама. Потому что Пушкин и там, и там, и там, и там. И у них между собой начинались проблемы. Так вот, помните, «Ты в нее, так вы в нее!» Он, «Прошу руки вашей дочери!» Так вы в нее вбегает, когда он стоит перед мамой. «Маменька, как ты так? Без стука! Да что за дети пошли!» То есть, вот. Он описывает всю эту ситуацию. Россия знала все эти истории к тому времени и хохотала до упаду. Особенно, когда Анна Андреевна говорит, «Я в некотором роде замужем». Этот самый Христаков говорит, «Карамзин говорил, законы осуждают». Это пушкинская любимая фраза и ссылка на «Карамзина». «Мы удалимся под сень кущ». Это Жуковский, его друг. То есть, там накажем, что он говорит, «А суп из Парижа, когда хвастается Христаков». И самая главная фраза, которую узнавала вся Россия. Я, признаться-то, только литературой существую. В России был единственный человек, который существовал литературу. Это был Пушкин. Остальные не существовали литературы. У них были имения состояния. У Пушкина был гол, как сокол. Поэтому ему важно было, сколько Смирдин заплатит ему за строчку. То есть, там был выведен карикатурный образ Пушкина. Потому что Гоголь перед ним преклонялся и ненавидел. Преклонялся, как перед гением, а ненавидел, потому что он все больше вдарялся в христианство. А все, Пушкин-то вертопрах, бабник. Моя 113-я любовь. Натали будет моей женой. И так далее. Естественно, этого Гоголя не мог ни понять, ни принять, ни простить. Вот он и изобразил Христакова. И в числе чиновников есть один, который Гоголь говорит, что это немая роль, и что он произносит только один звук. Отчасти похож на букву И, и на части похожа на букву Е. И-и-и-и. И-и-и-и. Никогда я не услышал, чтобы они начали это знаменитое ругательство. Им так произнесли вот это и-и-и-и, как начало матерной фразы. Понимаете, он все одной буквой, ему не нужно произносить всю мать. И-и-и. А-и-и. Ну, у нас тоже часто человек, который не хочет ругаться, говорит, а-и-и-и. Вот первым был именно, кто он бы помнит. Это же вообще гениально. Он уездный лекарь. Единственный лекарь. На весь уезд. Да. А помните, как его зовут? Христиан Иванович Гибнер. Лекарь по фамилии Гибнер, произносящий весь спектакль один и тот же звук. Й. А пациенты у него выздоравливают, как мухи, если вы помните. Выражаясь языком городничего. То есть, без этого разве можно жить? Это же жизнь-сказка, жизнь-краска, жизнь-улыбка, жизнь-красота. Вот как солнце светит сейчас в Краснодаре, так все литературное наследие, на самом деле, пылится сейчас на полках и не светит ни для кого. Тучами заволокло. А я для себя понял простую вещь. Раз это без приказа Ивана Ивановича, без приказа царя, без приказа президента, без приказа генеральных секретарей прошло веков завистливую даль и осталось, значит, там закрыты какие-то послания, которые специально остались, чтобы мы их раскрывали. Все очень просто. И когда я открываю Лескова и вижу, да, причем открываю я его по одной причине. Ни Достоевский, ни Толстой ничего позитивного о Лескове не говорят, а лучше всего умалчивают. И когда я открываю вдруг и читаю Соборяне, специально с целью понять, что же он такой плохой, и вдруг натыкаюсь на лучший русский роман XIX века. Абсолютно лучше. Соборяне. Когда я потом начинаю читать Тупейного художника, Зачарованного странника, Левшу, Леди Магбет, то я вижу, что это единственный в русской литературе полистилист. В XIX веке и вдруг полистилист. Потому что Гоголь – стилист, Толстой – стилист. Говорит, ай-яй-яй, так можно, так нельзя. Достоевский – это вообще кошмар, ужас. Сегодня очень мало читают Достоевского, потому что и без него хватает. А вот Лесков – полистилист. Ни Толстой, ни Достоевский таким полистилизмом не владели, потому что у гениального Достоевского сплошной канцелярит. То есть вы читаете, читаете какой-то отчет полицейской о событиях. А Лесков – такого богатства языка? И когда меня спрашивают, а с кем его можно сравнить? Я говорю, только с Островицким, у которого и джазовый период, и 12-ти Тановый, и Римский Корсаков – учитель повлиял, и Петрушка, и Весна священная, и Думбарто Нокс, и чего там только нет. Вот он – композитор тысячи стилей. А был ли в России кто-нибудь в другом виде искусства? Был в литературе. Лесков. Поэтому я настоятельно рекомендую для обогащения русского языка, который – потрясающий язык, читать Лесков. То есть я бы с удовольствием встретился с Мольером, поговорил бы с ним о Тартюфе, моем любимом творении вообще для театра всех времен народов, потому что Тартюфа, я считаю, нужно читать, как ребенок вообще начал осознавать себя, разъяснять, и читать так же много и часто, как потом Евгений Онегин. Потому что Тартюф – это самая великая пьеса, которая полезна нам сегодняшним. Потому что Тартюф – самый мерзкий персонаж в истории мировой театральной драматургии, но он говорит от начала и до конца все правильно. Достаточно вспомнить это гениально, когда он зомбировал Аргона, а его жену Эльмиру все время хочет обладать ей. У него же главная задача – переспать с Эльмирой, женой Аргона, в глазах которого он наместник Бога на земле. И когда Эльмира с ним остается одна, а он уже хватает ее за всякие части тела, она говорит, я никак не понимаю, как вы, которые созерцаете горнее, прекрасное и вечное, можете опуститься так низко, и если бы Аргон, мой муж, узнал, как вы себя ведете по отношению ко мне, почему вы со мной так обращаетесь? А он говорит очень хорошую вещь. Тот, кто познал красоту вечности, не может быть равнодушен к земным красотам. Понимаете? То есть, Мольерна всегда нам сказал одну очень важную вещь. Бойтесь, донайцев плоды приносящие. Что за красивыми словами стоит потлость, преступность, грязь, гадость, желание обладать, желание обладеть, желание украсть, желание забрать у вас все. И мы наблюдаем, как порой целые страны подпадают под такой волшебный, заколдованный круг, когда все очевидно, а они этого не видят. Они не понимают самых простых вещей. Но если говорить о современной, то, вы знаете, я очень к этому отношусь скептически. Я очень люблю, как вам прозвучит сейчас странно, некоторых великих сайн-фикшн писателей. Мой любимец умер всего, погиб, причем умер в Харькове, американский гений, я имею в виду Роберта Шекли. Я только... Такое несовпадение должно быть. Он умер за три дня до моего приезда в Харьков. У него в Харькове был самый крупный фан-клуб. И он приехал из Америки в Харьков, чтобы встретить своих фанов. Я всем рекомендую сегодня читать следующие книги, если говорить о современной литературе. Это «Обмен разумов», «Билет на планету Транай», «Рассказы». Все, все. Шекли всего практически. Потому что вот это один из абсолютных гений, который в 20 веке показал 20 веку, он дожил в 21, показал немножко в 21 веку, всю фантасмагорию бытия, существования. Это одинаково актуально для американцев, как и для русских, как и для всех. И когда читаешь, понимаешь, что не мы одни такие плохие идиоты, что есть еще идиоты и в других странах. У них экономика получше, дороги покрепче, но в головах тот же абсурд, тот же субурд, тот же безумие, безобразие и так далее. Поэтому я просто, меня волнует больше Россия, потому что это моя страна. А так бы я этим американцам дал, если бы я был американцем. Я был бы и там диссидентом. Как мне сказала писательца Агнета Плиэль, она мне сказала, Михаил, ты здесь в Швеции еще больше диссидент, чем был в Советском Союзе. После первых моих лекций в драматическом институте, когда меня пригласили в качестве профессора, я стал читать лекции на шведском языке. И она после этого была, у нее потрясение пошло, но она говорит, ты понимаешь, какой ты диссидент? Шведское сознание, это не может воспринять. Хорошо, что у меня есть польская и еврейская кровь, кроме шведской. Нет никакого сомнения в том, что есть уровни восприятия. Вы можете вдруг неожиданно, вкусы меняются. Я, например, помню, что я, когда я попробовал первую маслину в своей жизни, я сказал, что ничего отвратительнее, более омерзительного. Представить себе нельзя. А потом вдруг наступил период, или когда меня сын впервые, сын пригласил в суши-бар. Я сопротивлялся, он сказал, папа, это сырая рыба, и так далее. Я пришел в суши-бар, я без всякого удовольствия съел суши, говорю, Борь, ты знаешь, ну, хорошо, для опыта я попробовал, а дальше не буду. Я так был удивлен, когда через неделю я ему говорю, слушай, пошли в суши-бар. Вдруг дошло что-то, да? А теперь я один из самых страстных поклонников суши. У меня есть любимые суши-бары в мире, в разных странах, да? А любимый самый в Стокгольме, недалеко от моего дома, мне повезло. Вот. Ну, видите, как меняются вкусы, углубляешь даже вот это, осязательно-обонятельное ощущение, а уж о картинах говорите. Если вот я привожу пример, может быть, вам тоже пригодится, когда я говорю, с чего начинается роман Толстого Анны Каренина, с фразы «все смешалось в доме Облонских». Значит, речь идет якобы о том, что Стива изменил своей жене. И все начинают читать и понимают, да, смешалось, потому что жена хочет разводиться, послали за Анной, за его родной сестрой, да, она обычно разруливает ситуацию, она приезжает, действительно разруливает ее. Но на самом деле речь же идет не об этом. Дом Облонских – это Россия. И все смешалось у Анны Облонской по мужу Каренина и у Стивы Облонского. Стиву простили, Анну под поезд. Каренин и Левин, опять все смешалось. Каренин – государственный дель, пытается спасти Россию, не получается, потому что крадут сплошные подкупы, ложь, лицемерие, тупость, все пропало, ничего не спас. А бедный Левин, он пытается сделать это на маленьком участке. Невероятно, да? Каренин пытается всю Россию спасти, а Левин только свое господство, свое имение. И там и там отдает та же беда. И там крадут, и там лгут, и там пьют, и там воруют, и там лицемерят, и там откаты, и там казнократство, и так далее, и так далее. Вот о чем роман. Все смешалось в России, в доме Облонских. Моя душа больше всего похожа на музыку Брамса. У Брамса есть одна особенность, которая отличает его от всех остальных композиторов, потому что, как бы ни было, большое количество людей с разными вкусами, одни любят больше одного, другие другого, практически все равно на земле, если взять по большому счету, остается три Б. Это Бах, Бетховен и Брамс. Все остальное уже на порядок ниже, включая Монсарта, Шопена, Тейковского и так далее. Как это не звучит прискорбно для простого любителя музыки. Так вот, моя душа выглядит, как душа Брамса, потому что Брамс вошел в историю музыки и вообще всей культуры, в том, что он никогда не доводит эмоцию до конца. Он коллапсирует. То есть, вот, она развивается, скажем, любовь, да, вот она. Она достигает кульминации. Она достигает эрганистического эффекта. В этот момент Брамс делает все возможное, чтобы показать, что это так называемая шестая ступень и требуется дальнейшее начало и новое развитие. Потому что есть понятие в музыке шестая ступень или прерванный оборот. Вот у Брамса вся музыка как бы прерван и кататься. Потому что нужно сделать так, закончить тоникой. Вот ты достиг кульминации и радостно возвестил. Я победил, или я влюблен, или мне ответили. У Брамса этого нет. И это было в жизни, потому что он каждый раз влюблялся. И когда вдруг дело пахло свадьбой, он то ли не являлся на свадьбу, то ли прекращал все общения. Но каждый раз опять влюблялся и опять шел вперед. Вот душа моя выглядит именно так. Я понимаю, что я не смогу завершить ни одного движения на конце. Потому что существует мир со своими законами, со своими порядками. Существует власть, которая абсолютно стена подобна. Ее ничем не пробить. Я иду все время с различными оружиями, подхожу к стене и говорю, ребята, подождите, подождите, давайте послушаем лучше Брамса. Так, если можно сказать. Спасибо.